здравствуйте приветствую всех в прямом эфире тема у нас сегодня работа с акригелем фестиваль мы будем выполнять моделирование при помощи акригеля сделаем витражный ноготок сегодня в предыдущем эфире в instagram я моделировала ноготь при помощи этого продукта сделала вот такой вариант и сейчас на еще одном пальчике выполню продолжение расскажу и покажу этапы моей работы цвета оставляю 2 фиолетовый зеленый сегодня ими буду работать ручку подготовила выполняю обезжиривание при помощи евроклин сара обезжириваю ногтевую пластину далее работаем как по принципу гелевой системы подготовки для дополнительного обезжиривания я использую nail prep даю ему испариться на воздухе он подсыхает выводит остатки влаги масел из натуральной ногтевой пластины далее следующим этапом ультрабонд беру и буду наносить его тонким слоем на поверхность ногтевой пластины с отступом от кутикулы без нахлёстов и остатков жирного блеска ультрабонд это грунтовочный препарат праймер он подсыхает на воздухе оставляя на поверхности дисперсионную пленку работу сегодня выполняю на себе далее наношу супербонд это классическое базовое покрытие под твердую гелевую систему выставляю кисточку с отступом от кутикулы в миллиметр и такими втирающими движениями тоненько наношу базу на поверхность ноготка наносим и отправляем в лампу просушиваться сейчас в течение минутки подсошу здравствуйте приветствую всех кто присоединяется работаем сегодня к ригелем фестиваль очень комфортный очень удобный продукт материал достаточно жесткий он позволяет выполнить моделирование большой длины и работать можно с одной капли как на подложке так и без нее то есть можно сразу выкладывать удлинение полностью всю архитектуру на форму без какой-то предварительной выкладки подложки так еще чуть-чуть подсушим работать будем сегодня на формах формы на клеевой основе формы одноразовые длину имеет достаточно большую поэтому чрезмерное удлинение по линии перфорации которая присутствует у нас на форме я линию перфорации эту сгибаю и излишнюю длине не убираю конечно если вы моделируете на полную длину очень длинные ногти то эта подложка нам необходимо я ее убираю форму снимаю с липкой основы базу я подсушила формы очень липкие они хорошо прилипают хорошая клеевая основа я подклеиваю окошко жесткости таким образом чтобы с внутренней стороны форма полностью была липкая затем разрезаю верхние части по линии перфорации беру форму двумя руками но естественно ставить 1 буду сначала я задаю изгиб поперечный то есть фиксирую форму в том изгибе который мне необходим затем скрученном состоянии я сначала завожу форму под уголочки видите вот под углы и завела под один и под второй и затем я вставляю середину таким образом чтобы у меня не оставалось зазора между формой стыка между формой и свободным краем ногтевой пластины перчаточку отклеиваю форму можно сразу немножечко подтянуть относительно фронтальной оси вот видите хорошо стало зазора никакого нет и далее следующим этапом я склеиваю нижние боковые части стараюсь сделать это ровно именно вот эту часть я склеиваю таким образом чтобы мне не образовывалось нахлёстом и далее мне необходимо форму заузить зажать ее от одного ногтевого в роста я прям заломчик дело видео с одной стороны поджала и с другой стороны поджимаю снизу и плавно двигаюсь к носику к свободному краю так чтобы у меня при взгляде с торца капелька была ровная заузила форму смотрите так как мы моделируем миндалевидную форму ногтей я установила форму с легким с легким наклоном вниз для формирования ровных боковых параллелей зажимаем еще раз контролируем смотрим чтобы форма у меня стояла ровно чуть-чуть ее сейчас подтяну подправлю вот таким образом и естественно контролирую стык с натуральным ногтем в зонах в роста чтобы у меня никаких ступенек не образовывалось далее мне понадобится очищающий спрей я его предварительно в стекляшку себе напшикала пользуюсь апельсиновой палочкой можно работать и кистью для выкладки я люблю апельсиновую палочку в работе делаю компаньона второй ноготок рядом и также буду сочетать два цвета так наверное мы с вами пойдем таким образом так как на соседнем пальчике у меня с правой стороны зеленая часть здесь я зеленая пущу слева смочила апельсиновую палочку набираю гель из тубы достаточно легко выдавливается выдавливаю небольшую горошинку забираю ее на на апельсиновую палочку выкладывать буду без предварительной просушки видите я на подложку ничего не формирую никакого удлинения сразу работаю этим материалом полностью к зоне кутикулы я плавно распределяю акригель таким образом чтобы у меня не образовывалась ступенька то есть сначала я тоненько и вот спускаюсь к боковой поверхности по боковой поверхности к ногтевому в росту закладываю материал тоненько границу эту определила себе выстроила и дальше при необходимости наполнить толщиной материала мне достаточно просто сверху поддавить на акригель он очень послушный у меня начинают распределяться вот таким образом я выложила с сохранением толщины так как я понимаю что здесь у меня уже стрессовая зона будет закладываться возьму еще капельку таком в хаотичном порядке здесь нет какой-то схемы определенной как как нравится я дополнила еще в центре я понимаю что мне здесь толщина нужно в центре дополнила спустила вот в росте ногтем начала формировать задавать уже боковую поверхность далее беру акригель 2 цвета беру фиолетовый совмещать буду два этих цвета не просушивая ведь можно сказать по мокрому при выкладке они не будут иметь четкой такой границы она будет весьма расплывчатая плюс еще у нас часть идет в api и по и получится такой вот достаточно произвольной форме ну достаточно интересный вариант аналогично распределяю кутикулы а также спускаюсь наполняют толщину по боковой поверхности контролирую внутри вот смотрю дальше что мне хочется больше зеленого пустить или наоборот фиолетовую в эту сторону то есть тут смотрите как вам больше нравится я художник я так вижу длина у меня здесь обязательно сравниваем когда мы работаем выполняем маникюр полностью не на одном пальчике как я сейчас делаю полностью всю ручку длину сравнивайте обязательно материал достаточно такой плотненький поэтому очень удобно работать апельсиновой палочкой прям хорошо притаптывается и боковая параллель сразу почищается хотя я ее опускаю с запасом на пил вниз на форме чтобы мне было из чего открыть толщину по боковой по боковой линии так не закладываю спускаю здесь на этом многоточки я решила сделать просто такое одно цветовое в одно цветовое пятнышко толщину выкладываем с запасом на пил как по боковым линиям чуть опуская вниз так и центральный продольный изгиб чтобы нам было из чего выпилить выпилить нашу архитектуру конечно сильно много не выкладывайте но запас всегда должен быть посмотрела в торец посмотрела по боковой линии в принципе я думаю что достаточно такую выкладку мы сделали здесь даже многовато и отправляю ноготок сушить время полимеризации материала 2 минуты просушить нужно хорошо хотя кригель как вы обратили внимание он имеет такую легкую полупрозрачность то есть не плотно пигментирован за счет чего просушка проходит быстрее чем у материалов сильной плотностью пигментации варианты четыре цвета четыре варианта очень красивые не все друг с другом сочетаются можно в различных вариациях использовать внутри в составе этого материала есть декоративные элементы они более крупный шиммер имеется более мелкий хорошая основа под дизайн сейчас и уже ближе к новогодним праздникам тоже достаточно актуально будет удобно скорости работе значительный плюс у нас есть то что мы можем установить форму сейчас еще минутку посошу установить форму и сразу на подложку выложить полностью всю архитектуру то есть фактически можно работать одной каплей выложили и удлинение и зоне кутикулы посушили и сразу у вас ноготок готов то есть дополнительные какой-то просушки не требуется это тоже очень удобно в работе материал очень прочный позволяет большую длину моделировать что тоже сейчас очень актуально но фактически у меня прошло две минуты можно посмотреть смотрите с акригелем то есть если он от формы отходит видите я сняла и с внутренней стороны он абсолютно глянцевый абсолютно гладкий на форме ничего не осталось чуть меньше двух минут я просушивала его если вы видите что с внутренней стороны что-то осталось на форме то конечно же необходимо будет досушить ну как правило с именно с этим материалом так не произойдет именно из-за неплотной пигментации с любым акригелем до совершенно верно без дополнительной подложки можно работать с любым акригелем этот материал не течет позволяет нам выполнять работу полностью с одной капли моделирования я просушила теперь я поверхность обезжириваю и я уже могу переходить к пилу то есть увидите это очень удобно очень быстро для пила понадобится пилочка 100 на 180 единиц для искусственных ногтей естественно пил я начинаю свободно выкрать так как мне необходимо открыть толщину торца выровнять боковые параллели то есть я пилочку завожу и чуть-чуть снизу мы же с запасом данная пил выкладывали бака немножечко опускали то есть делали боковушки с провисанием сейчас я это провисание убираю выравниваю боковая линия свободного края должна быть прямым продолжением боковой линии натурального ногтя поэтому вот прям от зоны в ростов очень хорошо очень тщательно опиливаем чтобы никаких ступеней не оставалось черновой вариант свободного края мы опилили у меня естественно открылась толщина торца теперь я начинаю выполнять опил по поверхности я сразу опиливаю поверхность свободного края при этом смотрю в торец и двигаюсь от торца в точке атакса полностью по всей поверхности вопилила проконтролировала посмотрела продолжила опил можно сказать что в черновом варианте тоже он у нас готов мы его соберем допилим уже полностью свободный край опилили можно приступать к пилу поверхности зоне кутикулы так как мы выложили аккуратно нас нет там никаких ступеней нет заплывов никаких натеков поэтому просто плавненько здесь снимаем блеск опиливаем границу с одной стороны также я прохожу зоне кутикулы с другой стороны спускаюсь просто ногтевому спускаюсь боковую поверхность опиливаем а теперь я уже могу регулировать апекс здесь я его немножечко понижаю архитектура должна быть конечно же четкой . апекса обязательно должна читаться но вот ярко выраженного такого бугра не должно быть все-таки более эстетично ногти смотрятся чисто опилены аккуратно опилены не с явно выраженными буграми для этого нужно посмотреть в торец сравнить по толщине боковые поверхности я вижу что здесь у меня материалы чуть больше справа поэтому я немножечко допиливая обращаю внимание на нюансы опила когда мы работаем вот именно с акригелем фестиваль мы должны понимать что внутри у нас элементы декора присутствуют да то есть это у наш шей мир более крупный более мелкий поэтому при шлифовке уже финишной обращайте на это внимание и выполнять ее более тщательно чтобы поверхность была гладкая ровная и нигде частички шиммера не торчали сформировали плавный изгиб вот здесь толщину тоже именно ребрышка толщину ребрышка чуть-чуть подтяну чтобы свободный края у меня был более зауженным вот такой вариант в общем-то мы ноготок собрали можно приступать уже шлифовки по поверхности делаю это шлифовщиком для искусственных ногтей выполняю шлифовку тщательно и в зоне кутикулы и в рост и и боковые параллели то есть полностью весь ноготок обязательно по торцу хорошо шлифуйте чтобы не оставалось такого зубчатого филенчатого свободного края филенчатого торца хорошенько подшлифовываем можно сначала пройти более грубой стороной а уже финишную шлифовку выполнить более мягкой вот прям гладенький гладенький он остается когда вы хорошо шлифуете проблем никаких потом с покрытием не возникает влажную салфетку убираю излишки опила чтобы они мне в дальнейшем не мешали в работе убираю обезжириваю остатки остатки салфеткой без ворсовой и евроклинсером смотрите такой вариант можно оставить как в глянце если вам это нравится можно выполнить матовый вот видите я на соседнем пальчике он у меня в матовый тщательно убираю опил с внутренней стороны также видите мы когда поставили форму четко у меня внутри нет ни ступеньки нет никакой границы то есть абсолютно четкое прилегание в торце я показываю ноготь не толстый но он имеет хорошую поперечную арку одинаковые ребра жесткости по толщине кончик ногтя не должен лежать на пилочке снизу что вы имеете ввиду ну чтобы он был прям плоским ну если он будет более изогнутым более арочным но опять-таки какая длина возможно будет лежать когда вы моделируете стилет вот там обязательным показанием является то что боковая параллель абсолютно четко и кончик упирается в носик пилочки с формой миндалевидной такого варианта скорее всего не получится изгиб должен все равно присутствовать плавность этой линии она не может быть прям вот такой вот ровной острый если мы ее сделаем ровной острый у нас ногти получится вздернутый а за счет вот этой арочки и плавности нижних параллелей мы получаем такую форму я буду покрывать матовым топом стоп вельвет мне понадобится то есть финишное покрытие у меня будет матово сверху мы сделаем очень легкую очень ненавязчивую прорисовку и отпечатаем на нее фольгу просто как вариант как вариант такой элемент дизайн перекрыли матовым топом финишное покрытие также сушится две минуты топ вельвет я сейчас время не буду занимать на просушку там в течение двух минут минутку подсушу мне этого будет достаточно я прорисовку делала краской гелевой фиолетовые лучи так как у меня был выбран киргель фестиваль фиолетового цвета я решила немножечко чтобы цвета сочетались поэтому прорисовку делаю именно этой краской варианты сочетаний могут быть абсолютно разными фиолетовый розовый белый розовый мне очень нравится фиолетовый зеленый хорошо они смотрятся не отлично дополняют хорошая подложка под дизайн с декоративными элементами уже внутри то есть не нужно тратить время на дополнительную выкладку на подложке там каких-то блесток декоративных элементов потом сверху это закладывать в материале они материале они уже присутствуют то есть они уже есть они уже имеются беру линеарную кисточку краску кисточку окунаю ведь у меня уже тут на столе немножко испачкана скручивающими движениями собираю ворсочки волоски кисточки чтобы носик у нее остался острый показываю девочки я показываю абсолютно простые варианты найти не без заморочек ну то есть какого-то тут супер навыка не нужным сможет и новичок сделать и мастер уже с большим опытом мне вот нравятся вот эти элементы я специально вокруг них пущу красочку так соединил для того чтобы как будто сделать обводку видите мне там крупный элемент остался в такой в произвольной форме просто в виду соединили здесь уже дальше фантазия мастера как вам больше нравится можно эту сеточку сделать достаточно обширной пустить ее вообще полностью по всей ногтевой пластине пыли там по всему свободному краю у меня вот такой вариант смотрите видите к легкий и достаточно простой просушивая в течение минуты краску мне нужно минутку просушить и после того как я ее просушу под рукой фольга отпечатаю фольгу единственное конечно фольгу обязательно нужно закрывать финишным покрытием я поверхность это потом ты классом перекроем посмотрите достаточно просто и быстро мы получили хорошее удлинение в 5 единиц сэкономили время на выкладке отдельно свободного края отдельной архитектуры поработали акригелем в одну каплю материал дает нам такую возможность как акригель фестиваль так и любой другой акригель можно моделировать в одну каплю сразу и плюс у нас есть основа цветная у нас есть элемент витража потому что обычно витражной техники они требуют большего времени здесь моего очень хорошо сэкономили я подсушила и просто на красочку немножечко отпечатаю фольги в цвет цвет подложки такой легкое дополнение все отлично отпечаталась с кожи излишки убрать просто и теперь мы просто берем топ теглаз и эту линию по поверхности сверху перекрываем топ теглазом буквально повторяем с такой незатейливая эта линия получилось прям сверху для того чтобы фольга у нас сохранилась вот эти капельки точечки там где были крупные элементы декора внутри я внутри их тоже перекрою развернула на бочок капельку поставила и протянула по поверхности можно такую сеточку сделать вообще по всей ногтевой пластины для того чтобы крупные элементы потом сверху сделать глянцевыми и они будут немножечко сиять мерцать как при искусственном освещении так и при дневном свете так сейчас я несколько секунд теглаз подхвачу и покажу вам уже готовый вариант еще раз напомню использовали мы акригель фестиваль сделали моделирование длинная но при этом простое и вот с таким с таким декоративным эффектом так перевернул получились два ноготка линии произвольные видите один дополняет другой то есть меня такой поворот получился с указательного к среднему пальчику переходящий и соединили их небольшой обводочка она очень простая при помощи линеарной кисти краски и фольги то есть такой быстрый и очень эффектный вариант если у вас вопросы какие-то остались по по технологии по работе с акригелем с этим продуктом можете оставлять в комментарии мы эфир обязательно сохраним всегда сохраняем всем спасибо большое за внимание всем хорошего продуктивного рабочего дня до свидания